Если у тебя есть тяга к мудрости, то Всевышний тебе откроется. А так как тяга к мудрости у нас есть, я думаю, что когда вместе 200 человек хотят разобраться в каком-то деле, то Всевышний в каком деле? В деле служения Всевышнему. То есть мы же не просто так учим какие-то вещи, как сделать компот. Тоже важно. Но мы изучаем, как служить Всевышнему, как действовать в этом мире правильно, чтобы выполнить волю Творца Мироздания, которое создал. И вообще все в этом мире обеспечивает. И мы из-за того, что мы заняты такой святой и важной деятельностью. Доброе утро. Я уверен, что сейчас мы вместе разберемся. С Божьей помощью разберемся. Итак, сегодня у нас глава называется... Первое качество, которое мы разобрали, оно называлось гордость. Гава, гордость, гордыня. Одна эта история. Значит, мы разобрались, что гава – это очень вредное качество для человека, которое ему рушит жизнь. Второе у нас было качество, мы разобрались, анова. Анова – это скромность. Анова – это скромность. И вот эта вот скромность, отсутствие, убирание своего эго – это очень хорошее качество, из которого следует терпение, мудрость, хорошее отношение с людьми и так далее. То есть, с этим тоже понятно. Да, отлично. Теперь третье. Сегодня мы пришли к качеству, которое называется... На иврите оно называется буша. Стыд. Значит, ну на иврите, но на русском оно так и переводят – стыд. Давайте разберемся. Значит, впервые за этим качеством стыд мы встречаемся, когда первые люди, Адам Решон, первый человек, Ихава, его жена, они в Ганедене в раю, когда Всевышний их сотворил, они были голыми и не стеснялись. Были они написаны «Арумим» – «выловить Баишу». И они о ней не стыдились. Потом они съели от плода дерева познания добра и зла. Написано, увидели они, что они голые и застыдились. Непонятно. Непонятно. То есть, до этого они же тоже видели, они же не были слепые. То есть, они друг друга видели, видели. Съели от плода дерева познания добра и зла, увидели, что они голые и застыдились. Как это понять? Теперь начинает автор этой книги, которую мы изучаем, начинает он главу, которая называется «Врата стыда». Он начинает со слов «Сказали мудрецы». Разум. То есть, разум – это восприятие. Дат – это буша. Не, не так, не так. На ивритии. Хорошо, что я изучаю одновременно и на ивритии, и перевод. Вот перевод вообще, я с этим переводом абсолютно не согласен. На иврите написано, что, значит, сейчас, секундочку. На иврите написано так. У нас сейчас есть Яков Шатанин, который раввин, очень хорошо знает иврит, учит алмуд. Написано так. «Сказали мудрецам, амру хахамим, асехль уабуша». Значит, сехль – это интеллект, это не разум. Есть хохма. Хохма – это знание. Есть бина. Бина – это логика сообразительности с качеством ума. Есть даат – это познание, восприятие мира. А есть сехль. Сехль – это интеллект. Интеллект – это вот эта вот вся система интерпретации и восприятия мира, которой человек пользуется. Это сехль – интеллект. И вот мудрецы сказали, что интеллект – это стыд, а стыд – это интеллект. Почему они так сказали? Потому что про Адама и Хаву, про первого человека и его жену Хаву, сказано в Торе так, что и были оба голые, человек и его жена, и не стыдились. Значит, они не знали, что такое скромность, и не различали они до того, как сели от дерева познания добра и зла, что такое добро, что такое зло. То есть у них была только воля Всевышнего, вот как у животных. Животные же не понимают стыдливость, добро, зло, правильно, неправильно. Животные, они живут по инстинктам. И вот первый человек, до того, как он не включил свой интеллект с съеданием плода вот этого вот дерева познания добра и зла, они друг на друга смотрели, голые, но у них не было понятия, что можно быть не голым. Ну, тепло и голые, а чего? У них не было вопроса, а почему нет? Просто вот, ну, как есть, так есть. Потом они съели от плода дерева познания добра и зла, и у них включился вот этот вот аппарат, который придает значение всему в этом мире. То есть человек, вот мы с вами, да, каждый воспринимает мир, но только вот эти вот сигналы, которые мы получаем через глаза, уши, звуковые сигналы, мы эти сигналы, каждый у себя внутри наделяет смыслом, интерпретирует и воспринимает не реальную картинку окружающую, да, не мир окружающий, а воспринимает свою интерпретацию. И это то, что у них появилось, включилось это качество, когда они съели от плода дерева познания добра и зла, о котором Бог сказал, что нельзя это кушать. Нет. И вот когда они начали, уже начали они, как я читал в некоторых книгах, что у них включилось воображение. То есть что такое интерпретация? Человек придает смысл всяким таким фактическим сигналам чувственным, которые он воспринимает с окружающего мира, и он придает сигнал, придает им смысл с помощью своего воображения. Он начинает выдумывать. То есть все вот, кто сейчас у нас на уроке, все люди на земле, все сказочники, выдумщики и интерпретаторы. Каждый живет в своем сериале, и каждый себе интерпретирует входящие сигналы информационные, тоже, кстати, интерпретации чаще всего других людей, по своей системе. Самое простое разделение – это пессимисты и оптимисты. Значит, пессимисты, они все интерпретируют, что будет плохо, оптимисты все интерпретируют, что будет хорошо. Теперь он говорит нам дальше. Вот они начали, впервые мы столкнулись с этим стыдом там, иначе они стыдятся. Теперь дальше он говорит, что без разума нет стыда, без стыда нет разума. То есть это некое внутри качество, которое возникает, да, вот ощущение вот этого стыда, когда что-то человек делает неправильно, ему стыдно. Говорят, это там голос совести, некоторые говорят, да, но это очень странно, потому что если это голос совести, то тогда, например, говорит какой-нибудь там людоед своему сыну, да, в племени людоедов, как тебе не стыдно, что ты ухо не съел у этого вот, как его, кука, да, которого мы пожарили только что. Как тебе не стыдно, ухо самое вкусное. И этот мальчик сидит людоедский и говорит, да, вот мне стыдно, что я, значит, ухо не съел. Ухо же самое вкусное. То есть качество стыда, оно как бы возникает на противоречии внутреннем между тем, что ты считаешь правильным, и тем, что ты делаешь. Понятно, да? Теперь говорит автор этой книги нам так, что стыд, стыд, это великая препона и железная стена, установленная перед всеми преступлениями. Значит, понятно. Но теперь вопрос же, опять же, остается у нас вопрос. Что такое преступление? Что считать правильным, что считать неправильным? Если считать правильным, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Если считать правильным то, что сказал отец, то в каждой стране мира понятие правильности и что такое хорошо, оно меняется. Например, ну тот же пример, там корейцы, да, у них правильно собаку, значит, забить до смерти и съесть. Они считают это правильно, и если там гость пришел к нему в гости, он ему говорит, слушай, собаку сейчас тебе приготовил, вообще просто так постарался, ее бил-бил и, значит, и зажарил. А ты не ешь это стыдно, что это ты, обидеть хочешь, да? То есть мы видим, что понятие правильности, оно везде отличается. Теперь, значит, и стыд это то, что возникает у человека, когда он нарушает понятие своей правильности, которое он взял обычно у кого-то, у окружающих людей. Теперь, что нам говорит Тора? Здесь мы изучаем качество человека с точки зрения Торы, с точки зрения божественной мудрости, которая получена прямо от Создателя Мироздания, от Бога, через пророка Моисея, Мошера Бенна, учителя нашего, значит, и мы изучаем вот это вот, как работает качество человека относительно абсолютно истины, то, что Бог сказал хорошо и плохо. Значит, говорит нам автор этой книги, что есть у человека два вида стыда. Первый стыд, это стыд перед людьми. Второй стыд, стыд перед Богом. Значит, стыд перед людьми, это понятная вещь. И даже был такой великий мудрец, раба Йоханнан Бензака, и когда он умирал, то ученики попросили его, значит, благословить. Раба Йоханнан Бензака, он был во времена разрушения второго храма, великий, великий был раввин. И вот, значит, когда он был при смерти, ученики сказали ему, учитель нас, благослови нас. А он им говорит, да будет воля Всевышнего, чтобы вы боялись Бога так же, как вы боитесь людей. Они ему говорят, и все. Он им говорит, и все. Это, говорит, самое важное. Если вы будете бояться Бога, как вы боитесь людей, то вы не будете грешить, а это лучшее, что вы можете сделать в этом мире. О, теперь, ну, опять же, я же приводил пример. Вот Ярослав пишет, что человек сожалеет о содеянном. Кто-то сожалеет, что вот надо было мне его убить. Вот как я его не добил, этого раненого оставил. Вот я прям не добил его. И ему стыдно, что он его не добил. Реально внутри стыдно. Но это же злодей, он же не добил раненого. Это ужасно, что он его не добил, да? А другому стыдно, что он, когда люди воюют, вот есть люди, они говорят, когда идет война, мне стыдно там радоваться и веселиться. Я не могу быть счастливым, когда идет война. Ему стыдно. А другому хочется взять и бомбу атомной, пожахнуть по всем, чтобы вообще никого не осталось, кроме него. Ему стыдно, что он вот не, как бы не может добраться до этой атомной бомбы. То есть, стыд, понятное дело, это когда человек внутри, у него есть противоречия между тем, что он делает, и тем, что он считает правильным. И мы сейчас разбираемся, да? Теперь, говорит он здесь, что существует четыре уровня стыда. Первый уровень – это стыдиться, грешить открыто, но грешить тайно. Это плохой стыд, это как бы попытка обмануть Всевышнего. Потому что, когда человек стыдится людей, а не Всевышнего, в этом заключается великое зло. То есть, мы исходим из того, что есть система координат, которую установили люди, и эта система координат везде, в каждую эпоху, в каждой стране, она разная. Там нудисты, например, да, они голые. И вот, если человек приходит на пляж нудистов, он чувствует себя неудобно, что он одетый. И как-то есть такая история, что один пришел на пляж нудистов полностью одетый. И они ему подходят, ему говорят, слышите, мужчина, а вам не стыдно тут стоять одетым вообще? Да, это пляж нудистов. У нас тут, мы свободные люди, близки к природе. Значит, а вы тут одеты вообще, ну, какой позор, вам не стыдно? Он говорит, а чем мне должно быть стыдно? Я нудист, говорит, тоже нудист. Они говорят, кого же ты нудист, ты одетый. Он говорит, я нудист-извращенец. Я нудист-извращенец. То есть, мы видим, что вот эти вот понятия, что правильно, что неправильно, у людей в обществе, они очень сильно меняются. И человек по своей сути, он боится людей, и он не хочет вступать с ними в конфронтацию, в сопротивление. Теперь, говорит нам, вот это вот, мы разбираемся же по Торе, как правильно. Он говорит, людей боятся, стыдиться людей неправильно. Это неправильный стыд, потому что это просто страх перед людьми. Интересно, что Шулхан Арух, сборник законов, начинается с того, что, значит, первый, самый первый закон вставания утром, Идгабер Кеарье, как бы усилится человек, как лев, вставать утром для служения Творцу, чтобы он пробуждал зарю. Потом дальше, значит, дальше идет вставка Рамо, я сейчас буду, ну, давайте я вам прочту ее, да, это начало только наруха. Как минимум, не пропустит время, когда общество молится утреннюю молитву. Дальше он пишет, представляй всегда, что ты стоишь перед Богом, и это огромное правило в Торе и в поднятии праведников, которые сходят перед всесильным. Потому что сидение человека и его движение, и его дела, когда он один в доме, или его же сидение и движение, и его дела, когда он перед царем великим, значит, это не одно и то же. И также его речь, как он разговаривает со своими домашними, со своими близкими и так далее, это не то, как он будет разговаривать во Дворце, и как он будет разговаривать при царе, да, когда, знаете как, представляете, он там дома, ну, ходит в трусах, там, чешется, своим близким там говорит какие-то, ну, плохие слова. А если бы его пригласили на прием к английской королеве, он бы галстук одел бы, ходил бы там вообще ровненько, так, здравствуйте, до свидания. Он говорит, когда ты представляешь, что ты всегда перед Богом, ты не перед каким-то там английской королевой, царем, ты перед Богом все время ходишь. Поэтому, тем более, чтобы человек положил на сердце свое, что царь великий, Бог, да, благословен Он, который наполняет, вся земля наполняется Его славой, он все время видит все Его дела человека. И, значит, дальше, когда человек это поймет и осознает, тогда он придет к Ахна, как бы, тогда он придет к смирению, к смирению и к страху перед Богом. И дальше, в конец первой заповеди, он нас сильно касается. Это первая заповедь Шелханрухи. Лоид Баеш не будет стыдиться перед людьми, которые насмехаются над ним, когда он занимается Авода Аташем, когда он занимается служением Богу. И даже, когда он сам находится, и когда он лежит в кровати своей, пусть он знает, перед кем он лежит, и сразу, когда он просыпается от сна, чтобы он быстро встал и начал служить Богу и подниматься по ступеням духовности. То есть, что мы видим? Страх перед людьми и стыд перед людьми. Он человека сковывает, и он во многих случаях заставляет его делать то, что он делать не должен. И мешает ему делать то, что он, да, должен делать. Теперь, вот этот вот стыд, страх перед людьми, он, это вещь, которая, с одной стороны, от нее надо избавиться. Но, с другой стороны, представляете, какая нужна осознанность, и какое нужно управление собой, чтобы, с одной стороны, ты перед людьми, тебе не было стыдно быть собой и делать то, что ты хочешь, но перед Богом ты не мог нигде, значит, тебе было стыдно нарушить волю Всевышнего в каком-то месте. То есть, стыд, с одной стороны, он тебе помогает не нарушать волю Всевышнего, с другой стороны, он тебе мешает, если это стыд перед людьми. И вот тут нужно как раз разделить вот эти вот два стыда, которые очень тяжело различить. Тут просто узнаешь об этом. Значит, первый уровень – стыдить людей, стыдиться грешить открыто, но грешить тайно. Это как бы попытка обмануть Всевышнего. Второй уровень – открыто и втайне избегать преступления ради стыда перед людьми, опасаясь того, что это станет известно людям и навлечет позор перед людьми. То есть, стыд его все-таки останавливает от преступления, но он боится все равно, что людям станет известно, что он грешит против Всевышнего. И это уже более-менее, что он привыкнет не грешить, и в итоге он придет к тому, что главное – это не что люди про тебя скажут, главное – это твои взаимоотношения с Богом. Третий уровень – это думать, могу ли я втайне согрешить и тем показать, что раба стыжусь больше, чем господина и обману Всевышнего. В общем, четвертый уровень – открыто и втайне стыдиться только Всевышнего. Подобно тому, как человек стыдится людей, нет выше этого. То есть, если у человека есть вот этот вот стыд нарушать волю Всевышнего, он его спасает от всяких неправильных действий и соединяет его со Всевышним. Все, это вот как бы вывод. Дальше написано в Талмуде, что если кто-то совершает преступление и стыдится этого, но не потому, что люди узнали или могут узнать, а ему стыдно перед Всевышним, ему прощаются все его грехи. И человек, которому стыд, стыдливый в Ганеден, то есть он попадет в рай, если ему стыдно перед Богом. Стыд и честность идут вместе, тоже написано, что... В общем, очень я вам скажу, что я пытался разобраться, так у меня нет однозначного ответа, потому что тут добавляется еще одна очень важная деталь про стыд, которую вообще все запутывает. Значит, людей стыдиться не нужно, выполняя волю Всевышнего. То есть, если ты идешь по пути Всевышнего, ты должен быть полностью отключен, смеются на тобой, не смеются, тебе должно быть все равно. Но при этом же ты не можешь стыдить никого из людей, чтобы людям, другим было стыдно из-за тебя. Потому что если ты других людей вводишь в то, что им стыдно, они бледнеют, краснеют и так далее, это приравнивается к убийству. И, значит, тот, кто заставляет других, написано так, да, есть такой закон, что кто стыдит другого на людях так, что он бледнеет, лишится доли в будущем мире. Представляете? Заставить человека побледнеть, похоже на убийство, потому что отливают кровь от лица, и появляется бледность. И это огромные страдания. И там приводится случай с Тамар, которая, чтобы не Иуда, чтобы ему не стало стыдно, она готова была даже умереть, но его не позорить публично. Хотя, ну, то есть, дальше приводится пример, что из-за стыда баркамца, когда на суде одного там баркамца этого застыдили, он потом устроил все вот эти вот вещи и был разрушен второй храм. То есть, полная, очень сложная ситуация с этим судом. Первое. То есть, стыдиться надо Всевышнего и быть честным со Всевышним. И если ты нарушаешь волю Всевышнего, и тебе стыдно, то ты не будешь ее нарушать. Теперь люди. Людей стыдиться не нужно, потому что люди, тогда они, получается, тобой управляют, и все, что они тебе говорят, ты делаешь. Теперь, ну, самому стыдить людей тоже нельзя, потому что это приравнивается к убийству, то, что они страдают. Стыд же это страдание. То есть, а тут получается, смотрите, какая сложная ситуация. Если я перед людьми, мне не стыдно, я на своей волне делаю то, что я хочу делать, то я в этот момент, когда я избавился от стыда перед людьми, я могу же и от стыда перед Всевышним избавиться? Нет, тут надо оставить. Теперь, если я избавился от стыда перед людьми, но оставил стыд перед Всевышним, то я, для меня стыд перед людьми, о чем, никакая разница, кто мне что скажет, мне все равно. Я на людей, типа, не обращаю внимания. Каждый пусть делает, что хочет, у меня только с Богом связь. Человек, который теряет так чувствительность по отношению к людям, он проецирует на других людей то же самое, и он другим тоже начинает говорить, как тебе не стыдно, сделай то, сделай это. У меня есть много таких знакомых, которые, избавившись от зависимости от мнения людей, стали очень наглыми, очень наглыми. У нас, кстати, наглость, это будет следующая глава, она так и называется, качество наглости. А следующее будет качество любви. Наглость, потом будем про любовь изучать, очень интересно. Теперь получается у нас что? Значит, есть стыд перед Всевышним, его надо оставить. Он останавливает от греха. Правильно. Есть стыд перед людьми, его не надо оставить, потому что это двуличие. Ты людей боишься, Бога не боишься, это только хуже. Теперь перед людьми надо стыду брать. Нужно делать то, что ты считаешь правильным, перед Всевышним, независимо от того, что скажут другие люди. Но ты не можешь сам стыдить других людей, потому что это качество стыда, это очень большая боль. Это как будто бы ты ходишь палкой и бьешь. То есть у нас есть пока три правила, связанных с качеством стыда. И человек, который хочет управлять своими качествами, он у себя устанавливает вот этот вот высокий уровень осознанности. Первое, стыдиться надо только Всевышнего, нарушать его волю. Второе, тот, кого любят люди, любят Бог. Но это правило работает только вместе с правилом, если я выполняю волю Всевышнего. Потому что если человек, он идет против Всевышнего, людям может это нравиться, но вопрос, каким людям. То есть есть, в этом мире есть абсолютная истина. Абсолютная истина, добро и зло, это установил Бог, Творец Мироздания, он сказал, это добро, это зло, люди не могут менять. Когда человек отказывается от воли Всевышнего, в этот момент он начинает устанавливать как бы свою модель мира. Кто-то говорит, вот теперь вот это вот, добро, я меняю местами. Там, я не знаю, в секс-меньшинство, да, они очень активно продвигают свою позицию. Сейчас они заставляют, и я думаю, что если хорошие, добрые, простые люди, они уступят этому сумасшедшему меньшинству, там, 1-2% крэйзи, которые, ну, реальные, сумасшедшие, то через, мы придем там, через 10-20 лет, они могут заставить законодательно, чтобы дети сами выбирали себе пол, а как ребенок может выбрать себе пол, ему разрушена психика. Но сумасшедшие, которые взяли на себя роль, они говорят, я вместо Бога, ну и что, что там, 10 заповедей, ну и что, что Бог установил, нам все равно. И вот когда люди так сделали, это был потом поток. Всевышний говорит, вам все равно, так вас не будет. То есть, этот мир принадлежит Богу, Творцу Мироздания. И когда человек идет против закона Бога, он, так как в нем есть и Бог добрый, и он специально как бы дал пространство человеку, дал свободу выбора, чтобы человек осознанно выбрал добро и выбрал соединиться со Всевышним по законам Всевышнего, но когда человек всю эту систему рушит, то Всевышний стирает. Он же, это очень для него просто. Он же хозяин Мироздания. Человек же не создал мир. Понятно, да? Теперь, вот, если, давайте еще раз со стыдом. стыд, стыд это качество, когда человек идет против того, что он считает истиной. Теперь, в этот момент, у него возникает чувство стыда, и он, чувство стыда, может его остановить от того, чтобы он нарушал то, что он считает истиной. Само по себе это чувство, оно встроено в человека, но оно может ему как помогать, если истина, это божественная истина, и тогда он понимает, что истина, это то, что Бог сказал истиной, тогда чувство стыда перед Богом помогает ему не нарушать волю Всевышнего. Но это же чувство может ему мешать, если он, понимая, что ему правильно, например, соблюдать шаббат, но ему стыдно, что его окружающие не соблюдают. Или человек, который живет в окружении злодеев, то ему стыдно, значит, сказать им, что, типа, я не буду с вами заниматься оргией, да, мне стыдно, извините, но я не могу, ладно, уж лучше займусь, чем вот это. Знаете, что иногда легче согласиться, чем объяснить, что не хочешь, ну, в общем, это те есть шутки, всякие на эту тему. В общем, здесь он говорит, качество стыда, это качество от достоинства великой души, но ты различай и раздумывай все время, потому что здесь приводится в пример, например, царь Шауль, который был до Давида, он, когда его назначали царем, да, пророк его искал, он спрятался, он был очень стыдливый, он был высокий, красивый, был там невероятно праведный, царь Шауль, ему было стыдно, и он, но его нашли и сделали царем. Вот написано, смотри, какое хорошее качество, что царь Шауль, он спрятался, написано, в книге Шмэля, среди одежды утвари, а Всевышний избрал его в царе, да, но тут же не написано дальше, чем закончилась его история, он победил в войне с амалититянами, и когда он победил в войне с амалититянами, ему пророк Шмэль до этого говорил, амалититяне, это зло, которое надо полностью вырезать, уничтожить, и даже нужно вырезать их скот, потому что они были магами, которые могли превращаться в скот, но что сделал Шауль, народ говорит, слушай, давай лучше скот принесем в жертву Всевышнему, давай лучше царя казним публично, чтобы красиво, значит, выполним волю Всевышнего, и он перед людьми, он дал заднюю, и тогда Бог обращается к пророку Шмэлю, и говорит, слышу я голос, это самое, овцы, блядь, что это, что нарушил, получается, царь Шауль мою волю, значит, иди скажи ему, что он больше не царь, и пророк Шмэль приходит к Шаулю, говорит, как же ты так, ты не послушал волю Всевышнего, тебе сказали четко, конкретно, а Малека уничтожить, животных тоже там же, всех уничтожить, потому что они превращались в этих животных, а ты что сделал? Говорит, ну я думал, как лучше, народ, он говорит, ты не достоин быть царем в Израиле, ты должен выполнять только волю Всевышнего, все, поэтому мы видим, что стыдливость и скромность в правильном направлении, да, это, это хорошо, но когда ты начинаешь нарушать волю Всевышнего из-за стыдливости, из-за скромности, это плохо, и когда ты начинаешь стыдить людей, других, это тоже плохо, вот так вот, значит, все, всем, шаббат шалом, хорошей недели, чтобы мы изучали Тору, и молили Всевышнему, как сказал царь Соломон, что тот, у кого есть трепет и страх перед Богом, он в каждой ситуации найдет правильный путь, и найдет вот этот вот правильный момент, как поступить, потому что главное это что? Чтобы твое устремление, твоего сердца, намерение было служить Всевышнему. Шаббат шалом, удачи, успехов, всего хорошего, стыдливости в нужной пропорции, всем желаю, значит, гордость убрать, мы знаем, что это монета, которая вышла из гордыню, а скромность использовать в нужной пропорции, тогда, когда нужно, и где нужно, и, значит, все, чтобы Всевышний нам дал благословение во всех хороших делах, всем, кто приходит на уроки ВАИКРА, всем, кто поддерживает платформу ВАИКРА, тем, кто партнером ВАИКРА, спонсором ВАИКРА, будет с Божьей помощью, в воскресенье урок в 10 обычный, и в 11 для партнеров и спонсоров, жду вас, все, удачи, успехов, счастливо, шабад шалом,